Зима 1979 года. Рядовой Михаил Заверткин встал раньше всех и вышел во двор убирать территорию. Внезапно за ограждением части он увидел странную полупрозрачную фигуру. Женщина высокого роста с темными волосами была одета в длинную сияющую одежду. Она приближалась, двигаясь медленно и плавно, словно плыла над землей. Михаил в панике бросился в караульное помещение и позвал на помощь товарищей. От страха солдаты стали кидаться в женщину камнями, но никакого вреда их действия женщине не принесли. Когда странное существо подошло совсем близко, солдаты впали в ступор. Женщина внимательно рассматривала их, а затем растворилась в воздухе. О происшествии тут же доложили в штабчасти. Военные провели расследование, но никаких объяснений случившемуся так и не нашли. Возможно, инопланетяне давно уже наблюдают за нами и пытаются вступить в контакт. Историки находят свидетельство постоянного пребывания рядом с человеком высших существ. В древности их называли богами и духами, а в 20 веке инопланетянами. Сохранились древнеегипетские фрески и глиняные таблички, на которых изображены пришельцы. Поразительно, но даже в Библии есть прямые указания на присутствие космического разума рядом с человеком. В последней библейской книге «Апокалипсисе» описан типичный с точки зрения уфологии случай контакта с пришельцами. Боги забрали Иоанна Богослова на небо в форме духа и, предупредив о грядущих катаклизмах, вернули назад. В тот злополучный день, 20 февраля 1991 года, житель подмосковных мутищ Виталий Иванович Садовников возвращался с работы через пустырь. Было 11 часов вечера. Я увидел, что над строящимся объектом ТЭЦ зависла какая-то большая сигаретина, такой в форме сигареты. Это как вот лампа дневного света, только большой величины. Объект неподвижно висел в небе. Виталий Иванович не поверил своим глазам и подумал. Ну, сделайте так, чтобы я, допустим, убедился, что это настоящее, допустим, НЛО это или не НЛО. Ну, хотя бы погасло, что ли. Да-да, возьми и погасни. Виталий Иванович решил, ему померещилось. Однако странное беспокойство не оставляло его. Мужчина ускорил шаг. Подходя к дому, снова поднял глаза в небо. Стало жутковато. Я, значит, я поднимаю голову и вижу, это сигарета. Она висит прямо между вот этими домами. Ну, чуть повыше домов. У Виталия Ивановича началась паника. Сердце бешено забилось. Он быстро заскочил в подъезд. А через три дня в семье Садовниковых погибла собака. Щенка сбила машина. Лишь потом Виталий Иванович понял, что трагедия произошла на том самом месте, где зависла НЛО. На следующий день мужчина взял лопату и пошел хоронить собаку. Собирался закопать ее подальше от дома на пустыре, но не смог. Я, значит, вот, решил прислушаться к себе, потому что у меня такое беспокойство, и мне не, вот, не хочу я туда идти. И я послушался свою интуицию и не пошел. Неведомая сила направила его к злополучному месту. И, значит, сделал несколько шагов так, чтобы это где-то было посредине, вот, того неопознанного объекта, которого я видел, думаю, вот, между домами. Я так встал и стал копать, подготавливать могилку своеобразную. Я вставляю, казалось бы, в мороженую землю лопату. Она идет, как будто бы летом. То есть такого быть не может. А дальше события развивались, как в фильме ужасов. На девятый день на месте, где появилось НЛО, Виталий увидел кровавые следы. Вся эта дорога стала красной. Вся эта тропинка. Вот эта краснота была до самого того места, где, вот, я похоронил собачку. Меня это поразило, потому что дальше не идет, и след обрывается. А на сороковой день на том же самом месте умер человек. Виталий Иванович провожал сына в школу. Когда увидел толпу и машину скорой помощи, у него началась паника. Лежит человек, значит, в окружении, там, любопытных, положим, да, я, значит, поднимаю глаза наверх и определяюсь, где он располагается по отношению к тому месту, где я видел вот это вот НЛО. Он как раз, вот НЛО, где я кончалась, вот на этом конце, вот он здесь и лежит. Виталий Иванович считает, череда трагических событий – это последствия его дерзких мыслей. Пришельцы доказали, они существуют и внимательно следят за жизнью землян. Дело в том, что высшим силам главное показать нам урок, выполнить то, что они задумали. Если люди не приняли этого урока, это уже их проблемы, и им будет предоставлен еще, может быть, урок, но в более сложной форме. Как правило, это катастрофические формы. Это странное облако появилось над Российской Академией наук 7 октября 2009 года. Примерно километр в диаметре это было облако. И Росгидрометцентр сказал, что это, может быть, хрусталики какие-то, ледяные хрусталики, которые приняли необыкновенную форму, вплоть до зарождения торнадо. Или даже, они сказали, это неизвестные науке явления еще впервые над Москвой. Около часа облако неподвижно висело над Академией наук и площадью Гагарина, а потом стало медленно двигаться в сторону Строгино, делая по пути остановки. Что интересно, завис над Серебряным Бором в лагуне залива. И над как раз фигурами, которые по географическим очертаниям были, напоминали нам фигуры, таблички, которая была послана в 1973 году с зондом Пионер. Это земляне посылали информацию для того, чтобы иные миры или какие-то некоторые инопланетяне обнаружили это. То есть фигуры были идентичны. В течение октября точно такие же облака появлялись в разных частях Земли. Мексика, США, Румыния. Информация об этом попала даже в выпуске новостей. Версия об инопланетном происхождении облаков появилась почти сразу. Почему мы говорим, что это именно НЛО, потому что форма этого облака напоминала круг, причем четкий круг, как будто кто-то сверху своим движением просто его высверлил в нашем небе. Это целенаправленное воздействие нового мира и нового пространства. Российские исследователи аномальных явлений Анна Ажажа и Юрий Григорьев предположили, внеземной разум передавал землянам важную информацию и расшифровали послание. Информацию при помощи буквально-числового метода исследования нужно считывать так. Стерегитесь астероида. Русским уфологам, средитесь астероида. Это невероятно. На следующее утро, 8 октября, в Индонезии на острове Сулавеси упал метеорит. Его появление зафиксировали 11 метеостанций в разных частях Земли. 7 октября нас предостерегают, времени на обдумывание не остается. 8 октября падает действительно очень огромный астероид. И опять же на ту несчастную Индонезию. Анна Ажажа и Юрий Григорьев занимаются криптоанализом уже несколько лет. Уверена, внеземной разум давно общается с человечеством, используя для этого различные шифры. В древности существовал такой способ, который назывался письмо Змейка или Бустрофидон. Ты помнишь, да? Оказывается, еще за тысячу лет до возникновения Римской империи писали германские племена, скандинавские племена. И до, вплоть до конца 19 века, он использовался в некоторых сакральных текстах. В рунической грамоте он использовался до конца 19 века. Бустрофидон. Древний шифр, при котором первая строка пишется справа налево, вторая слева направо, третья снова справа налево. При перемене направления буквы писались зеркально. Анаграмма другой древний шифр. Это перестановка букв, например, от ЛАНТАЛАНТ. Послание может быть зашифровано в нескольких словах и даже в большом тексте. Инопланетяне общаются с землянами с помощью этих древнейших шифров, а также используют знаково-числовой метод. Когда мы проверили свою теорию на местах зависания объектов, получилось, что действительно идет чтение с помощью этого открытого способа. Знаково-числовой метод, когда каждая буква алфавита имеет числовое соответствие, а значит цифра означает определенную букву А1, Б2 и так далее. При расшифровке инопланетных посланий учитывают все. Цифры, название местности, время появления НЛО, скорость и даже номера проезжающих в этот момент машин. В Индонезии, когда метеорит 50-й латун упал, мы расшифровали топонимику индонезийскую, там было написано «Земля, слушайте, вы не одни». Александр Сергеевич Холин прослужил в авиации всю жизнь. Жил в Щелково, работал на военном аэродроме в Чкаловском. Говорит, в этом районе НЛО появляются довольно часто, словно наблюдают за военными. Я порода моя специальность, я все-таки ракетчик, зенитный ракетчик. Нам приходилось сталкиваться с такими подобными непонятными явлениями, мы никогда не давали объяснения. Я знаю, что в то время существовал уже приказ министра обороны по поводу о всех случаях, так называемых, аномальных явлениях, слово НЛО никто не говорил вслух, аномальных явлениях, доклад непосредственно командовича части. В полночи 29 мая 1979 года Александр Иванович вышел на улицу, подышать свежим воздухом. И вдруг в небе появился яркий вращающийся диск. Пока рисуют диск, сверху возвышенность, то есть то, что действительно показывали, я все это увидел. У меня такое ощущение, что я видел окна иллюминаторов светящиеся. Рядом с Александром остановилась патрульная машина. Сотрудники милиции тоже заметили НЛО. Человека 10-19 нас было, мы видели огромный диск, лечащий в нашу сторону. Ну, все в ажиотаже, конечно, знаете, такое эйфорийное состояние, никто не знает, не может понять, что это такое. Десять очевидцев наблюдали за маневрами странного объекта, пока он не скрылся за горизонтом. А на следующий день по дороге на работу Александр случайно услышал странный разговор. Я стоял около двух офицеров, которые ехали за станцию Чикаловска. Я услышал разговор. Ты представляешь, говорит, вчера выхожу на балкон в районе 12, начало первой ночи, и вижу непонятное, что-то висит. Я, говорит, понял, что это непонятный летающий объект. НЛО, так сказать, диск он увидел. И у меня сразу ситуация, я в то же время это все видел. По прибытии в честь он доложил командующему об этом происшествии и получил приказ забыть. Мне было сказано, видел, я видел, и забудь. В Советском Союзе существовали специальные программы по изучению внеземного разума. Вся информация помечена грифом «Секретно». Участником одной из программ под кодовым названием «Сетка» был Анатолий Лестратов. Целью нашей работы было подтвердить реальность, во-первых, события, то есть побеседовать с очевидцами, собрать максимально возможное количество показаний. А второе – найти материальные следы. Случай, который заинтересовал ученых, произошел в 1979 году. Он подтвержден документально. Дети из пионерского лагеря «Березка», он расположен в пригороде Державенска, дважды контактировали с пришельцами. Это единственный в мировой практике, такой групповой, можно даже назвать массовый, контакт. 25 человек были непосредственно в контакте с несколькими существами, человекоподобными существами иного разума, скажем так аккуратно. Все власти местные были в курсе, все по инстанциям докладывалось. Это тоже немаловажно. 26 июня 1979 года в первом отряде пионерлагеря «Березка» устроили прощальный костер в честь окончания смены. Вожатые с детьми поднялись на ближайшую сопку. Вдруг ребята заметили в небе яркую вспышку, и уже через минуту у подножия сопки появились странные фигуры. Группа из примерно 7-8 необычных людей. Необычность была в том, что они были очень высокие и для своего большого роста очень тонкие. Их взяла оторопь, они не сразу поняли, что это не люди. Эта группа разбилась на две, они стали обходить сопку с двух сторон. Ну, тогда, конечно, и воспитательницы, и сами ребята, как горох с этой сопки, посыпались на дорогу и побежали к лагерю. Их путь проходил через Березовую рощу. Оттуда до лагеря метров 200. Дети и вожатые были в панике. Они слышали треск валежника с двух сторон. Когда они выбежали на открытое пространство, то они увидели, что с правой стороны две фигуры параллельно дороге, не по дороге, параллельно дороге идут. Шли они необычно, с вытянутыми вперед руками, как бы, как слепые, как балансируя, как бы. Они были угольно-черными. И у них была, как ребята называли, юбочка, как набедренная повязка, ярко-ярко-белого цвета, который слепил даже. В лагере услышали шумы, крики детей и бросились им на помощь. Мы выскочили сюда, вот как раз на эту дорогу, в сторону стальяна. Это пионер вожатая нам показывает. Вот смотрите, говорят, в конце этой рощи там длинные люди, наподобие, ну, больше двух метров высотой. Ну, мы вот сюда выбежали, и туда, в эту сторону. Ну, мы их не догнали, короче говоря, они скрылись. Никто не понимал, что происходит. Вечером, когда детей повели в столовую, перед ними внезапно появился гуманоид. А за ними шла уже другая воспитательница, Рахимова. И вдруг шедший впереди нее мальчик с воплем понесся вперед. Здесь она поворачивается и смотрит огромные стопы ног, а потом она поднимает, здесь огромные фигуры сидит на стуле. Еще несколько пришельцев среди деревьев заметили девочки из второго отряда. Мы решили с девчонками пройти, ну, по улицу пройтись, вот как всегда, перед сумерками там можно было погулять. Прошлись, и мы... И вот так вот деревья, силуэты вот такие большие. Мы смотрим, они двигаются на нас. Два больших силуэта, ну, два с лишним, два с половиной, такие здоровые, они темного цвета, так, человекообразные. Этой же ночью видел гуманоидов фельдшер лагеря Гази и Сарахимов. Во втором часу ночи я вышел покурить на крыльцо основного корпуса и увидел две светящихся точки, похожие на глаза на высоте полутораметра. Появилось желание подойти поближе, но чувство страха остановило меня. Все продолжалось около 30 минут. Паника. Взрослые прочесали всю территорию, но никого не обнаружили. Короче говоря, мы поехали туда, на эту лысую гору. Смотрим, там все оплавлено, горевшее траво все. Слухи о визите инопланетян быстро дошли до Державенска. Следующей смены в лагере не было. Все местные власти были на ушах, начиная от управления внутренних дел, уполномоченного КГБ, райкома партии. Объяснительных записок найти не удалось, что якобы послали их в обком. Ну, в общем, по линии КГБ, наверное, шло. Пока шло расследование, говорить о странном происшествии запретили. Гриф «Секретно» был снят только через 30 лет. В якутском эпосе существует легенда о демоне по имени Уотусумутонг-Дурай. Раз в сто лет он в виде огненного столба вырывается из-под земли и уничтожает все живое. Охотники из поколения в поколение рассказывали о логове огненного демона, громадных бронзовых котлах-алгуях, расположенных в верховьях реки Вилюй. Место это называют Алгуй-Дах, там, где расположены котлы. Местные жители считают его проклятым. Плыли по реке, в общем-то, довольно-таки тихо вокруг все. А вдруг, значит, как бы начал звучать такой звук низкочастотный. Изначально-то подумали, что сахаты. Но дело в том, что он продолжался с периодически, значит, 4 раза подряд, потом промежуток где-то минут через 5, наверное, вот, еще раз, пятый, вот. И так длилось, ну, порядка 10 километров, пока мы сплавлялись. Ученые считают, что железные котлы связаны с инопланетными цивилизациями. По одной из версий, под ними находится подземная база пришельцев. Жители якутского поселка Айхал, он расположен в 70 километрах от Алгуй-Даха, регулярно наблюдают в небе странные светящиеся шары. Вспыхивая вспышка, шар яркий, оранжевый. И от него, значит, полоса света горизонтальная, ну, где-то метров 30, наверное, вот так вот, сиреневого цвета. Ну, очень яркая. Подходим к берегу, на той стороне стоит человек. Ну, как, ну, человек, по-другому я сказать не могу, потому что руки, ноги, голова. Этот человек, значит, он как бы полуобернулся, вот, ну, лицом. Полоборот сделал назад. Вот, и буквально на мгновение он переместился, переместился за деревья. Там расстояние метров 30 он пролетел буквально мгновение. Потому что, наверное, это единственный артефакт, который, ну, опровергает современную историографию. То есть, если там бы нашлись вот эти самые котлы, торчащие из земли, то история планеты должна была бы быть переписана. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Камни, что это какой-то эрозированный минерал, похоже на магнетит, судя по цвету. И что она в какой-то момент, наверное, так сказать, или провалилась, или эрозировала, трудно понять. Но она явно естественного происхождения, а не искусственного. Может быть, это и есть тот самый котел. Десять конусообразных горок были расположены в ряд на склоне одного из холмов. Именно над ними появлялись яркие светящиеся шары. Возможно, плазмоиды вырывались из-под земли, оставляя после себя такие вот следы. Мы нашли нечто, что могло бы послужить началом вот этих самых легенд. То есть мы нашли там, торчащие из земли, некие конусы из битого камня, щебня, достаточно мелкого. Похоже, якутские легенды о демоне подтверждались. Но какова природа этих огненных шаров? Существует, однако, гипотеза, что плазмоиды могут иметь и некую разумную составляющую. То есть они могут быть разумными существами или проявлять какую-то псевдоразумность. Но, во всяком случае, поведение шаровой молнии иногда заставляет усомниться, что это чисто природное, совершенно неразумное явление. В 70-х годах прошлого века на Эльбрусе трагически погибла группа советских альпинистов. Спортсмены были атакованы шаровой молнией. Молния проникла в палатку, она прожгла отверстие и стала нападать на спящих спальниках альпинистов. Причем, именно как бы целенаправленно нападать, выжигая у них просто куски мяса. Как будто она их пыталась убить или пожрать. Собственно, двоих она убила. Более того, все экспедиции на Южный Магнитный полюс заканчиваются трагично. Люди становятся жертвами огромных светящихся шаров плазмоидов. Существует даже гипотеза о некой солнечной цивилизации, плазмоидной жизни, которая обитает в короне этого Солнца. То есть, возможно, что жизнь на Земле, такая красивая есть идея, была принесена из короны Солнца вот этими разумными плазменными существами. Эти кадры сделаны прибором ночного видения. Вот такие плазмоиды наблюдали десятки очевидцев в Краснодарском крае. Светящиеся шары летали над полем. И на этом месте появлялись круги. Мы приехали, когда под Новокубанск, есть такое место, Краснодарский край, и, значит, пообщались с местными, спрашивали, вот как это так. Они говорят, мы легли ночью, а с утра видим, у нас все поле в узорах. Вот. И действительно, когда мы пришли на это поле, мы увидели, что там огромная такая формация, то есть круг. Колосьи в центре круга были уложены геометрически правильными рядами, напоминающими косичку. Каждый стебелек аккуратно согнут в коленце. На фотоснимках видно, круг представляет собой сложную фигуру. Местные жители рассказали, каждый раз перед появлением круга в небе появлялись светящиеся шары. Их наблюдали десятки очевидцев. Обычно появление кругов на полях сопровождаются некими голубоватыми такими вспышками, которые появляются на небе, вот, то есть некие зорницы, ну, что-то схожее с этим. Приборы фиксировали. Это место подверглось сильному электромагнитному воздействию. Мы, когда проводили замеры на кругах, на формациях, мы, у нас был такой приборчик, магнитометр, меряет волнение магнитного поля. И когда мы с приборчиком вошли в центр этого круга, стрелка прибора начала совершать некие такие колебания. То есть в этом месте наблюдается активность. Более того, люди, обладающие повышенной чувствительностью, их называют экстрасенсы, всегда ощущают в этих местах необычную энергетику. Такое чувство, что как будто за тобой кто-то наблюдает, ты не один. Вот такие вещи есть, то есть некая особенность настоящих кругов. Некоторые ученые считают, круги на полях – дело рук инопланетных цивилизаций. Нечто нам посылает знаки, которые для человечества до сих пор являются загадкой. То есть кто-то нам что-то хочет очень важное сказать. И мы, к сожалению, не в силах сейчас это интерпретировать и распознать. Елена Луговая живет в пригороде Москвы. Зимним вечером она отправилась выгуливать собак на окраину поселка. Неожиданно позади Елены возник странный мерцающий свет и зазвучала музыка. Мелодия была тяжелой и медленной. Одновременно затихли все земные звуки. Лай сапаг, шум ветра. Это была вращающаяся такая структура, я говорю, она мне больше напоминала карусель. И она была очень близко. Ну, плюс ощущение такое, как бы, ну, не музыки, а каких-то, вот, какое-то звучание такое. Но это оно не физическое, это у меня, как бы, было. НЛО имел форму сплющенного цилиндра. По борту светились разноцветные огни и иллюминаторы. Из днища корабля к Елене двигался бело-голубой луч. И вдруг я ощутила, значит, что... Как я еще? Ощутила, что меня вот парализовало. Что я стою, не могу двинуться. Ни рукой, ни ногой, даже сначала голову не могла... Как бы, не повернуть ничего. У меня все занемело-занемело. И как будто меня, ну, как говорится, как эти... Ну, как паук, значит, ну, муху ее укусил. Парализовал и потом закрутил паутину и, значит, к себе. Вот так и было. То есть у меня ощущение, что вот эта тарелка, она все больше-больше-больше. И я уже туда к ней как бы подтягиваюсь. Спасла Елену собака. Почуяв неладное, Алекс стал лаять и прыгать вокруг хозяйки. Животных они действовать не могут, потому что у них нет вот этих вот, так сказать, тонких составляющих. Поэтому они очень боятся собак. И так и было. И моя собака подошла, меня ткнулось носом, и они тут же стали удаляться. Луч исчез, и НЛО скрылся в ночном небе. Вскоре такую же картину довелось наблюдать Геннадию, мужу Елены Луговой. Он вышел во двор и увидел прямо над участком огромный корабль. Вот за домом я показал место, это стояло, это береза, 20 где-то метров, 22-25 метров высотой. Высокое такое дерево было, я не знаю, около 20 метров, там вообще высокое. И над березой завис, значит, такой эллиптический, сферический такой круглый, значит, аппарат, вращающийся. Диаметр у него был где-то 30-40 метров. Аппарат выпустил четыре луча и встал на них, как на опоры. Геннадий закричал домашним, чтобы бежали посмотреть. Ведь было на что. Там кто-то из моих родственников даже выскочил, они это дело тоже увидели. Она прямо, это колос был, вообще потрясающее зрелище. Это не мое воображение, не сумасшедшее, потому что другие его увидели. Она была реальна. Вот, от нее опустились лучи, она висела секунд, наверное, 20, вот так вот. Это длительное время, это, значит, со сверкающими люками, все это вращение медленно. Но визит был недолгим. Эннелов тянул лучи и взмыл вверх. Это было для луговых началом контакта с разумными существами планеты Церера. Астрономы относят Цереру к карликовым планетам Солнечной системы и предполагают, на ней может быть жизнь. Орбита Церера лежит между орбитами Марса и Юпитера. Период обращения вокруг Солнца 4,5 года. В отличие от большинства астероидов, Церера достаточно крупна и имеет сложное внутреннее строение, присущее планетам Солнечной системы. В центре каменное ядро, которое окружает толстая мантия, состоящая из водяного льда. А сверху тонкий слой реголита, смесь льда и пыли. Эту загадочную планету 200 лет назад открыл итальянский астроном Джузеппе Пьяцци. Именно он первым заметил на Церере странные световые вспышки. Их наблюдают и сегодня с помощью космического телескопа Хаббл. По мнению ученых, такие сигналы можно подавать с помощью мощного лазера. Помимо лазерных вспышек, Церера испускает инфракрасное излучение, которого нет на других малых планетах и астероидах. Такие вспышки на Церере – это явно техногенные сигналы, космические маячки. После появления таких сигналов на Земле резко увеличивается частота появления НЛО. По одной из гипотез на Церере может находиться перевалочная база инопланетных цивилизаций. Энергетическая установка запаса оборудования и пищи для внеземных астронавтов. И, судя по всему, эта планета выбрана космитами не случайно. Церера обладает ощутимой гравитацией. Теоретически там могут находиться большие объекты, такие как космодромы, космические базы. А отсутствие атмосферы на этой планете, они облегчают взлет и посадку высокоскоростной летающей техники. И еще на этой планете есть вода, значит, можно жить. Есть ли жизнь на Церере? Земляне узнают не раньше 2015 года. Когда поверхности малой планеты коснется американский аппарат «Даун», стартовавший в 2007 году. А пока обитатели Цереры сами выходят на связь с землянами. Они как бы выбирают людей, которые, с одной стороны, могут быть проводниками их каких-то, значит, идей. Поэтому, вообще, надо сказать, что все вот научные открытия, любые, абсолютно, они исключительно идут под диктовку Церер. Общение с инопланетянами опасно. Уже после первого контакта в семье Луговых произошла череда трагических событий. Первые два или три года у нас умерло 17 человек в нашей родне. С ее стороны. Вокруг пошла чистка. Это было ужасно. А спустя еще год муж и жена Луговые попали в автокатастрофу. Мы ехали по пустой дороге. Вдруг нас догоняет большая машина, Вога. И они шли со скоростью 150 км в час. Вдруг его на нас прям кинул, он нас как бы долбанул. Автомобиль Елены и Геннадий оказался в кювете. Скорая помощь увезла обоих в реанимацию. Особенно пострадала Елена. Они меня повезли в больницу, стали делать рентген, и на рентгене обнаружили три перелома позвоночника в разных местах. После таких травм выжить можно, но вернуться к нормальной жизни едва ли. Елена была в сознании. Операцию отложили на утро. Ночью она опять услышала странную тяжелую музыку. Ищение, что я где-то там парю. Это было такое. Где-то парю, и как бы, ну, может быть, в какой-то степени там, ну, был отрыв такой, как бы, духа. Ну, не клиническая смерть в сознании, все. Ну, вот такое ощущение, что где-то тело тут, а я там это было. Этот случай вошел в медицинскую картотеку необъяснимого. На утро никаких переломов у Елены Луговой не нашли. Она уверена, ее исцелили инопланетяне. Потому что я им нужна, я им полезна для проведения в жизни, для, так сказать, обнародования в нашей среде их идей. И их самого существования. Они нельзя сказать, что они хотят скрыться. Они хотят, чтобы мы о них знали. Они встретились в начале 80-х. Девушка с далекой звезды Бетельзейзе и художник с земли. Ну, я в восторге от ее вибрации. Это вибрации неумиверные. И как далее закрутилось, это живая сказка. Художник Владимир Авдеев уже более 20 лет общается с жителями далекой звезды Бетельзейзе. Зимой 81-го года он, как обычно, поехал в Карелию. Владимир писал этюды на пленаре. Вечерело. Неожиданно художник почувствовал. Рядом кто-то есть. Почувствовал, что чье-то присутствие рядом. Каждый человек уже по себе знает, что если сзади на него кто-то смотрит, человек чувствует взгляд. Здесь подобное было. И при этом было еще, появилось определенное чувство, маленькое чувство страха. Причем страха необычного. Вроде боишься, а в то же время и нет. А боишься именно потому, что это очень сильный какой-то живой разумный объект. Что-то живое. Очень сильное и очень неведомое. Владимир оглянулся, но никого не увидел. Он собрал этюдника и отправился домой. А дальше вообще сказка была. Такая сказка. Это дай бог каждому такое. Это... Я добрался до места, где я остановился на ночлег. Ну, поскольку устал и прочее, я сразу заснул. Проснулся от того, что рядом опять такое же жужжание. Я уже тут прислушивался. Да, это же... Сразу понял, это внеземной корабль. И пошла сразу телепатическая связь. Владимир отвечал на вопросы пришельцев. Страха не было. Говорит, что во время разговора его не покидало странное чувство. Словно с этими существами он давно знаком. Я понял, что они меня уже тестируют. Они видели, что я в восторге от их разума, от их интеллекта, от их дружелюбности. От их красоты уже я потом, как и как-то пространство открылось, я увидел их. В комнате появилась девушка. Она медленно подошла к нему и сказала, что прилетела с далекой звезды Бетельзейза. И назвала свое имя. Алия. Я увидел в инопланетянке, это величайшую, вот, настолько тонкую красоту совершенную. И плюс еще, вот, величайшая духовная сила, это такой сплав, что просто, ну, тут словами не сказать. Владимир был очарован. А когда Алия предложила ему подняться на борт летающей тарелки, Владимир серьезно задумался. Она предложила совершить короткие и длительные полеты на их корабле. Короткие, он где-то вокруг Земли или где-то на какое-то другое расстояние. А длительные, это на их планету. Да. Потерял, больше не будет. А тут получилось, что я вновь поехал туда. В течение 20 лет Владимир общался с инопланетянами регулярно. Он утверждает, что они изучают нашу планету, чтобы подготовить час икс, или конец света. Земля же живой организм. А люди берут из недр ее, все выкачивают, да? Запасов немного. А чем дальше человечество будет жить? И сейчас за эти остатки запасов страны начнут воевать. Неизбежна будет война. Высший разум, разум, он же это все легко предвидит. И чтобы этого не было, он запускает программу часа икс. Но с позиции космического разума, это путь, единственный путь для спасения. По словам Владимира, инопланетяне несут дежурство на орбите Земли вахтовым методом. В 92-м году экипаж со звезды Бетельзейзе покинул Землю. На смену ему прилетели представители других звезд. Вот уже несколько лет Земля живет в ожидании конца света. Дата 2012 нисходит с газетных передовиц, а интернет пестрит зловещими пророчествами. Угрозу ждут из космоса. Астроном из Санкт-Петербурга Кирилл Бутусов убежден, основания для беспокойства есть. Он обнаружил в Солнечной системе новую обитаемую планету – Нибиру. Я рад не буду, если я буду прав в вопросе этого. Нибиру для Земли радости не доставит. Лучше бы я ошибался. Тайна десятой планеты до сих пор покрыта мраком. Ее никто никогда не видел. Солнце загораживает Нибиру от телескопов. Либрационная точка – это такая точка, если туда поместить тело, то это тело будет все время в этой точке находиться и двигаться так же, как и Земля, вращаясь вокруг Солнца, с таким же периодом. Но мы друг друга не будем видеть, потому что Солнце загораживает от нас огромная область. Это пока нет. Но, может быть, он есть у пришельцев. И они пытаются рассказать нам, как отменить апокалипсис. Солнце загоражает от нас огромная область. 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 Продолжение следует...